В начале для зимнего дрифта мы хотели брать Жигули, но поняли, что нам нужно противостояние. Мы решили разделиться на две команды – GDMщики и Тазоводы. У каждой из команд равный бюджет – по 100 тысяч рублей на постройку зимнего корча. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вот купил я будущую легенду зимнего дрифта. Это Тойота Чайзер на механике. Купил я всего лишь его за 75 тысяч рублей. Я считаю, что это будет лучший дрифт корч для зимы, чем Жигули. Все в голос говорят, что лучшей жиги нету. Топовые пилоты все говорят, что лучшей жиги нету для зимнего дрифта. Но почему-то все Жигули, вот даже помните видео «Одержимый», все, наверное, его смотрели, там сравнивали Жигули и турбированный автомобиль японский. Но почему не брали во внимание вот такой автомобиль? То есть старое японское овощное ведро заднеприводное, которое, я думаю, что оно будет не хуже показывать результаты. Главным плюсом все говорят, что бюджет. То есть на Жигу нужно очень мало денег, чтобы она ехала боком. Не знаю, сколько мы потратим на доработки, но я не думаю, что здесь будут просто космические какие-то деньги на нее уходить. Заварка, выворот сделать, подвеску, все. Больше ничего не нужно здесь, мне кажется, делать. Посмотрим. Да, скорее всего, может быть, даже я не прав, потому что, ну, с топовыми пилотами не поспоришь. Но я все равно, я буду доказывать в течение всего этого проекта, что вот такое японское ведро, оно лучше для зимнего дрифта. Я постараюсь уложиться вот в ту сумму, которую мы запланировали, то есть в 100 тысяч. Да, она овощ, но для зимы это, мне кажется, самое то. Она мощнее Жигулей. Она лучше рулится, на мой взгляд. Во-первых, здесь есть гидроусилитель. Во-вторых, здесь руль более удобный. Вообще, само место для пилота, оно удобное. Макс купил Жигу, но он мне не стал ее показывать и сказал, что я удивлюсь. Не знаю, что меня может удивить в тазе, но я знаю, что он купил по-любому классику. Вот сейчас мы едем на встречу как раз с Максом. Ну, посмотрим, что там. Смотрите, я даже фотку выложил ВКонтакте, показал вам Чайзера. А он не удосужился даже фотографию сделать. По-любому, там корыто купил, которое вообще даже стыдно показать вам. Я сомневаюсь, что вот сейчас Макс подъедет на своей Жиге. Какой бы у него таз не был, ну не сможет он делать вот так, в стоке. Субтитры сделал DimaTorzok Блокировки нет, обычная резина. И машина уже едет боком. Да, с одним колесом, но она едет боком. В этом проекте мы устроим битву не на жизнь, а на смерть. И после каждой серии вы можете голосовать в паблике. Заходите на паблик, ссылка будет в описании. И голосуйте за кого вы. За меня на японском автомобиле или за Макса на тазике. Но мы будем стараться друг друга по-жесткому уничтожать. Я думаю, что я уничтожу его. И по бюджету, и по тому, как я буду ездить. Я думаю, что он уже к пятой серии сдуется. Потому что он замучается ее ремонтировать. Это Жигули. Она у него будет постоянно, постоянно сыпаться будет. Один раз выехал на покатушке. Потом будет месяц делать. Так, все, вот подъезжаем мы на встречу с Максом. Но его пока нету. Сейчас он подъедет. Ждем. Все, замерзло. Вон он едет. Обалдеть. Макс, ты ее как в таком состоянии нашел, а? Что, вся в родной краске, что ли? Ни хрена себе. За 70 тысяч. Офигеть просто. Макс, вот удивить у тебя получилось меня. Удивил ты меня однозначно. Что в таком состоянии тройку найти? 74-го года. Машине 41 год. И так сохранилось. И как он на ней дрифтить собрался, а? Как вот на этой красавице можно дрифтить? Да ее надо просто на выставке куда-то гонять, в музей ставить. Я удивлен. Ну, боком я бы ее не стал ставить. Ну, серьезно. Особенно парный дрифт на ней вообще нереально делать. Ее жалко. У нас ограниченный бюджет. Можно было взять ТАЗ там за 20-30 тысяч. Были варианты копейки, но они были вообще умотанные. Также были варианты семерки инжекторные 70. Ну, там кузовщина страдала. И вот я нашел вообще идеальный вариант 74-го года. Я считаю, что это вообще бомба, а не машина. 19 тысяч пробега, ребятушки. И самая крутая жига – это тройка. Потому что она вся на хроме. Потому что здесь ставили мотор уже полтора литра. А не как на копейки шел 1,2. Решетка вся в хроме. Я от нее просто кайфую. Как вы видите, что красный салон, так же красный значок – это означало силу. Так что бойтесь, GDMщики. Я как увидел, не смог удержаться и забрал ее. Я загнал ее на мойку, отмыли ее. И там мойщики, давай деньгами в меня кидаться. Давай за 150 ее заберем. Я говорю, нет, ребята. Это все для видео, все для вас. Я хочу, чтобы эти движки прожили весь проект и еще после проекта ходили. Я не хочу, чтобы они стали на середине проекта. Поэтому я заливаю Супротек в них, потому что я убедился в том, что Супротек работает. Я сейчас не лукавлю, это серьезно. У меня все родственники, знакомые, друзья знают, что я работаю с Супротеком. И все просят Супротек. И да, я им рекомендую Супротек, потому что он реально работает. Я вот раньше предвзято относился, когда… Ну, многие рекламировали Супротек. Вот. Я предвзято относился. Но после того, как мы съездили по Владику, и когда мы во всем этом убедились в его работе, теперь я вообще без всякого сомнения могу сказать, что крутая вещь. Также, когда мы будем делать заварку в редукторе и так далее, будем и в редуктор заливать, и в коробку. В общем, везде зальем. И полностью у нас машины будут обработаны Супротеком, подготовлены. И надежность повысится. И в это не верят только те, кто, ну, еще не убедился. Я убедился. По крайней мере, по движку могу сказать, что я убедился. Еще в редуктор в коробку я не заливал, еще не знаю. Но я думаю, что если вот для двигателя работает Супротек, то и для редуктора, и для коробки тоже будет. Почему я взял Жигули, а не старую иномарку? Потому что она лучше подходит для дрифта. Все топовые пилоты на них ездят. А еще я хочу этого уделать, этого Евгения. Потому что он в жизни не видал Жигули. У него даже ни разу Жигули не было. Я считаю, что каждый автомобилист должен ездить именно начинать с Жиги. У меня у самого было Жигули. Школу жизни на Жиги прошел. На Жигулях я ехал когда в потоке, да. Тут машина, ну видно, что люди их в кредит купили. А ты едешь, свободный человек, ни кредитов, ничего. С счастливым лицом. Очень трудно в наших краях найти Жигули. Я месяц потратил на то, чтобы купить для вас эту легенду. Я не собираюсь тут сильно ее там корчевать. Ну, честно говоря, ну жалко, да. Мы сделаем все по фуншую, как я люблю. И она будет ездить боком, еще напихает этим GDMщикам странным. Сначала я вообще хотел взять копейку какую-нибудь за тысяч, за двадцать. Сделать там расширение, разварки, там всю спойлеры вот такие. Ну, как можно на вот эту тачку это все поставить? Мы здесь будем чисто наказывать их по-классически. Жеха, Жеха, иди сюда, я тебе покажу. У меня-то есть японский ДОС, смотри. Колонки в бок улетают, значит угол хороший. Не в каждых Жигулях есть красный ковер. Я когда увидел, я просто офигел. Раньше, когда человек покупал этот автомобиль, мне кажется, у всей семьи было мега радости. И вы не поверите, вот это, когда мы ее купили, у меня была радость так же, как я покупал Лексуса. Вот серьезно. В городе, когда вот едешь, на тебя люди обращают внимание. А вот на вот это корыто, кто посмотрит? У нас из тех корыт по городу целая куча ездит. Наверное, не так уж важно, на чем и где. Главное, что я в салоне и в тепле. Что ночью города от ламп в огне, а я по крайней левой с улыбкой на лице. Наверное, не так уж важно, на чем и где. Главное, что я в салоне и в тепле. Хотя, наверное, нет какой-то сам, с такой наклейкой на крыле. Не спорю, внешне, да. Вот эту серию Макс победил, чисто по внешности. Но в следующих сериях, когда мы будем уже корчевать их, вот посмотрим как раз. А, уже поражение признал, да? Нет, да я не признал поражение. Не, ну да, 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 я признаю поражение. По внешнему виду я признаю поражение. Да, красивая тачка, не спорю. Но это же дрифт-проект. Если бы у нас был проект по реставрации автомобилей, ретро-автомобилей, тогда да, Макс бы выиграл. Но, так как у нас дрифт-проект, все же за мной будет победа окончательная. Просто понимаете, когда он будет ехать боком, он будет дрожать. Ой, тут бы не врезаться, тут бы не врезаться. А я буду просто на все деньги лететь в поворот. Буду к нему прижиматься максимально. Он будет от меня уезжать, а я буду к нему прижиматься. А если он будет преследовать, то я буду просто от него в космос уходить. Потому что он будет бояться там свои вот эти вот хромированные накладочки там, повредители или еще что-то. Поэтому эта тачка, я считаю, что не совсем подходит для дрифта. Почему? Потому что ее просто жалко. Да, я не скажу, что она там плохо будет дрифтить. Да, она может быть будет ездить боком. Но я бы не стал убивать вот реально такую красоту. Красивая тачка. И если, Макс, пока я буду где-нибудь там на работе или еще где-то, если он будет повышать свой скилл, если он будет постоянно каждый день на ней дрифтить, ездить, ну, возможно, он ее и не повредит. Может быть, она и в таком состоянии останется. Мне нравится то, что она полный сток. Вся блестит. Красивая. Смотрите, какой бампер. Классический, металлический, крутой бампер. Вот это колхоз. Кстати, вот этот колхоз бы оторвать и все. Вот тут единственное вот колхозное, это зеркала. Куплю я зеркала. Все. Кстати, не зеркала, а одно зеркало ты купишь. Говорит, куплю я зеркала. Тут одно зеркало должно стоять в этой машине. Помимо оговоренного бюджета, также мы договорились взять себе помощников в команды. У меня будет помощник Егор, потому что Егор тоже не признает тазы. У него тоже постоянно были японские автомобили. А Максу, этому тазоводу, будет помогать его брат Димон. У нас, правда, сегодня виды такие не очень красивые. Но вот мое ведро. Да, я не спорю, внешне это ведро. Это полнейшее просто ведерко. Но. Но эта тачка больше подходит под дрифт, понимаете. Ее не жалко, во-первых, убивать. На ней я смогу просто боком вот лететь. Смотрите, кстати, выворот. Выворот. Да у нее уже выворот неплохой. Ее не жалко, понимаете. Можно вот так вот колотить ее, бить. Мне пофиг на нее. Поэтому, когда тебе пофиг на тачку, ну как, не то, что пофиг, ты не будешь бояться ее коцнуть. Поэтому, я думаю, что я буду показывать лучший дрифт. Ладно. Мы что-то слишком забегаем вперед. Время покажет в этом противостоянии, кто победит. Смотрите, эта машина уже тут. У нее был неудачный дрифт. У всех кто-то уже надеет дрифтил. Предыдущий хозяин, видимо. Да, в этом видосе мы просто рассказали о машинах. Рассказали о сути этого проекта. Все, со следующего видео мы начнем корчевание. Будем подготавливать эти машины к дрифту. И в следующих сериях, разумеется, уже будет больше экшена. Пишите обязательно свои комментарии. Потому что нам нужно знать, что с ними делать, с этими машинами. Пишите свои пожелания. Что нам сделать с тазом? Что нам сделать с чайзером? Также высказывайте свои мнения, за кого вы болеете. Голосуйте в ВКонтакте и так далее. Все ссылки будут в описании. Все, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова